Дорогой интернет с низкой скоростью передачи данных – это один из основных вопросов, которые волнуют жителей села Тигиль. Накануне глава региона Владимир Солодов посетил Тигильский район, где пообщался с местными. Он заверил жителей, что уже к сентябрю 2022 года в селе появится быстрый интернет, так как работы с инвестором для прокладки оптической линии сейчас находятся на завершающей стадии. Тигиль относится к зоне спутникового покрытия, интернет дорогой и очень медленный. Сейчас мы в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по обеспечению северов Камчатки доступом к оптоволокну договариваемся о том, чтобы в 2022 году уже оптоволокно пришло в Тигиль. В сентябре окончательные договоренности будут оформлены с инвестором и после этого сможем говорить о конкретных цифрах и параметрах. Сейчас жители пользуются спутниковой связью. Эта связь медленнее и дороже, чем связь через оптику. Во время своей поездки в село Тигиль губернатор проверил и ход ремонтных работ в школе. В этом году там делают утепление одного класса, после этого проведут утепление во всем учреждении. К началу учебного года работы должны уже завершиться. Глава региона отметил качество образования, которое дают детям в местной школе. Само здание достаточно новое, добротно, уверен, что еще многие годы прослужит. Отдельно хочу отметить, обсудить сейчас с директором, что ученики Тигильской школы показывают очень серьезные успехи. Семь человек в этом году закончили. Были и 90 баллов по ЕГЭ, и все они успешно поступили в высшеучебные заведения. Надеюсь, что многие из них потом примут решение вернуться в Тигиль. Для этого будем работать с ними, проводить индивидуальное информирование о тех возможностях, которые район предоставляет для молодых специалистов. Владимир Солодов посетил и детский сад Каюмка. В дошкольном учреждении завершается ремонт вентиляции, и уже к 1 сентября ребята пойдут в отремонтированный детский сад. Посмотрели детский сад, в котором сейчас проводится ремонт вентиляции. К началу учебного года будет завершен, и детский сад полностью готов к принятию детей. Я рад, что функционирует активно детский лагерь, дети получают возможность оздоровления пришкольного. Отметим, в Тигильской средней школе обучаются почти 190 человек. Детский сад посещают более 100 ребят. В дошкольном учреждении уже отремонтирована система отопления, установлены рециркуляторы воздуха, узел погодного регулирования и продолжается ремонт вентиляции. Редактор субтитров А.Семкин